В Москве чествовали выдающегося русского писателя. В Доме кино состоялся вечер, посвященный 75-летию Валентина Григорьевича Распутина. В программе поздравления друзей, коллег, выступления музыкальных коллективов, показ документального фильма Сергея Мирошниченко «Река жизни». Жизнь как служение слову и народу, а творчество – признание в любви родной земле. Выдающийся русский писатель Валентин Григорьевич Распутин отмечает свой 75-й день рождения. Со сцены Большого зала Дома кино звучат теплые слова поздравлений. Среди гостей вечера – друзья и коллеги писателя, почитатели его таланта. Вот только сам Валентин Григорьевич приехать не смог. В шумной Москве он всегда предпочитал русскую глубинку, и нынешний юбилей отмечает в родной Иркутской области. Я должен сказать, что он вобрал в себя все лучшее из русской классики, из нашей самой великой классики – Толстого, Достоевского. И потом у него есть такая любовь к маленькому человеку, что говорили о том, что мы все вышли из шинели, а наше время, я бы сказал, вышло из Распутина. Писатель, который будет с нами до тех пор, пока мы будем, пока будет Россия, пока будет мир, его все равно будут переводить, читать, искать ответы на те вопросы, которые в его произведениях поставлены. Вот в эти советские годы он жил так, как будто действительно нет советской власти, нет советской идеологии, он чувствовал себя свободным, о чем он сам говорит. Прожив большую часть жизни при советской власти, в эпоху гонений на веру и христианские ценности, Валентин Распутин остался верным православию. Сейчас писатель активно поддерживает строительство новых храмов в Сибири. Но главное, чем он нам важен, не практической вот этой деятельностью миссионерской, а тем, что он первый заговорил о совести. А от совести до Бога, до веры, это очень близкое расстояние. Валентин Распутин уже несколько лет является сопредседателем Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы и членом Патриаршего совета по культуре. Поздравление юбиляру направил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этот знаменательный для вас день примите мои искренние пожелания дальнейших творческих свершений, духовной радости и помощи Богу. Да обновит Господь ваши душевные и телесные силы, сохраняя в крепком здравии на многое лето. С уважением, Кирилл Патриарх Московский и всея Руси. В рамках вечера состоялся показ документального фильма Сергея Мирошниченко «Река жизни». Этот фильм – трагический путь по реке времени и по реке жизни, размышления об особой миссии и судьбе русского народа. Вспоминая, какая будет затоплена земля, самая лучшая, веками ухоженная и удобренная дедами и прадедами, искромившая не одно поколение, недоверчивое и тревожно замирало сердце, а не слишком ли дорогая цена. Мощь и покой, но покой и неравнодушие, а покой от мощи – это Распутин. Поэтому, поэтому, я хочу только одно сказать. Таких, как он, нужно очень и очень беречь. Уроки французского «Василий и Василиса. Прощание. Живи и помни». По произведениям Валентина Распутина снято около десяти фильмов. Проникая в самую сердцевину человеческой души, подмечая тонкие оттенки ее чувств и переживаний, Валентин Распутин воспевает лучшие человеческие качества – справедливость и нравственность. Поэтому творчество писателя никогда не устареет, а его герои всегда будут служить образцом любви и преданности Отечеству. Продолжение следует...